Добрый день! Ваня, добрый день! Я смотрю, не погода сделала свое дело, да? Да, большое количество осадков. Только вчера приготовили ступени под бетонирование, но дождь внес свои коррективы. Часть строительной площадки залила водой. Юрий Поляков рекомендовал подрядчикам сделать дополнительные опорные стены вдоль главного входа. Кроме того, детально продумать систему отвода ливневых стоков. С той стороны, получается, мы сделали, когда дорожка, она выдержала, все в порядке, вода ее обошла, но вот здесь она собралась массой, и вот туда по уклону ушла вниз. То есть, а для нас это звонок такой может быть, когда в городе. Это уже надо сегодня, пока строим, продумать это все. То есть, есть изменения по сравнению с тем, что было, молодцы, хорошо все делаете. Я думаю, мы успеем это сделать. Будем стараться. Сквер 80-летия Краснодарского края должен стать точкой притяжения для жителей всего Субсехского округа. Так местность выглядела еще полгода назад. На тот момент необходимо было доработать проект и оформить ряд документов. Однако, Юрий Поляков поручил не терять времени зря. У нас есть где и чем заняться. Снос деревьев, убрать мусор, навести порядок, подпланироваться и сажать деревья, а потом дальше идти. Потому что мы никак не начнем, мы только говорим, говорим, никак не начнем. Значит, хватит говорить, давайте делать будем. В итоге, получился своеобразный задел по времени. Как раз на непредвиденные случаи у строительства на склоне есть свои особенности. Вместе с тем, верхняя часть испытания проливным дождем выдержала. Здесь будут проходить различные массовые мероприятия, в том числе патриотические. Предусмотрена детская площадка. У Екатерины Быковой двое детей. Она ждет, когда в Субсехе появится собственное место для отдыха. Мы в основном ездим в город гулять. Редко, когда к администрации на площадку. Очень приятно, что там решили сделать красоту. Глава города вновь поручил не терять времени и уже готовиться к работам по озеленению. Здесь высадят газоны, деревья и декоративные кустарники. Открыть сквер необходимо уже в конце лета. К 80-летию со дня образования Краснодарского края, как подарок жителям к празднику. Александр Ребека. Анапа. Регион.